Наверняка практически каждый житель Брещины не раз слышал информацию о том, что в области достигнут и сохраняется естественный прирост населения. Наша дружная берестейская семья ежегодно солидно пополняется. Только Брестский областной родильный дом уже второй год к ряду бьет рекорды по количеству принятых родов. На сегодняшний день мы имеем рост родов на 185 больше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас было за год 6 219 родов. Это абсолютный рекорд. Еще никогда не было в Брестском роддоме такого количества родов, как в прошлом году. Был 88-й год, когда у нас было 6 187 родов, а это уже 6 219. Мы перешагнули этот рубеж. Так что идем мы с плюсом. Такая положительная динамика несомненно повод для радости и гордости. Люди – основной ресурс и главное богатство государства. И каждый новорожденный берестец пополняет общую копилку будущих талантов и будущих достижений. А еще это отличный повод для своеобразного подведения итогов той работы, которая проводится в нашей стране по поддержке семей. Прирост населения во многом результат и главный показатель улучшения условий и качества жизни людей. Немаловажную роль здесь играет активное строительство жилья, школ и дошкольных учреждений, а также больницы, поликлиник. Самое большое количество многодетных семей – это в нашей Брестской области. И мы уже говорили, что самое главное, что мы уже вышли на положительный баланс. У нас рождается больше, чем умирает. И этот баланс не только в городах, таких как Брест, Пинск, Баранович, а именно еще шесть районов, сельских районов, которые имеют положительный баланс. Я уже посмотрел тенденцию. В то время, когда начали серьезно заниматься, выполнять задачи президента по обеспечению жильем, жильем молодых семей, жильем многодетных семей, в разы начали увеличиваться рождаемость в том и другом регионе. А это даст как раз возможность еще больше иметь нас не только многодетных семей, но там уже где двое детей, там третий будет обязательно уверен в это. Но самая главная поддержка семей, которые воспитывают детей – это не краткосрочный проект. В данном вопросе может быть даже больше, чем в любом другом. Важны стабильность и постоянное развитие. Примером последнего может служить недавно подписанный президентом указ о дополнительных мерах господдержки. Президентом Республики Беларусь 9 декабря этого года подписан указ номер 572 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Указ очень, мне кажется, своевременный и он будет направлен на социальную защиту наших семей, на материальную поддержку, на укрепление института семьи и, естественно, будет преследовать такие цели, как демографический прирост населения в Республике Беларусь. Данный указ предусматривает оказание помощи по трем направлениям. Условно их можно разделить на блоки. Первый блок – это семейный капитал. Второй – ежемесячная финансовая поддержка семей, которые воспитывают детей до трех лет и в то же время имеют детей от трех до 18 лет. Третий блок – это льготная в 5% ставка по кредиту на строительство, приобретение или реконструкцию жилья для молодых семей, имеющих двух несовершеннолетних детей. Но особое внимание приковано к семейному капиталу, условиям его получения и использования. Назначение семейного капитала будет производиться при обращении гражданина или гражданки в местный распорядительный или исполнительный орган, куда он должен будет обратиться с заявлением и пакетом документов, который, в общем-то, будет установлен Советом министров. Право на такое обращение граждане будут иметь в течение шести месяцев со дня рождения третьего и последующего ребенка. А вот право на распоряжение этим семейным капиталом, оно наступит у граждан после достижения 18 лет с момента рождения или со дня рождения ребенка, третьего и последующего. Многие жительницы областного центра уже в курсе грядущих нововведений. И хотя те мамы, которых опросила наша съемочная группа, пока не являются многодетными, но они уверены, что такая поддержка государства – серьезное подспорье для семейного бюджета, зная о котором, решиться родить еще одного ребенка гораздо проще. Я считаю, что это не просто поддержка, это как бы даже стимул какой-то о том, что твой ребенок в будущем уже хотя бы на какое-то время обеспечен образованием тем же самым. Я только за. Поэтому я даже вчера мужу говорила, что вот смотри, как здорово придумали. Безусловно, любая поддержка государства важна для каждой семьи, особенно если два ребенка. Я считаю, что это очень хорошая поддержка такая со стороны государства. И стимул есть детей рожать всегда хотела, очень много детей, пока только один. Ну, как бы очень рады.